Если вы ещё не принимали участие в марафонах снижения веса, то уж наверняка слышали о таких. В чём плюсы и минусы таких марафонов и о чём важно знать, когда вы в них участвуете. Вы узнаете из этого видео, а также получите рекомендации, которые помогут вам худеть, независимо от выбранного метода. Различных марафонов сейчас существует великое множество. В принципе, это хорошо. Ещё лет 10 назад лишний вес официально признали эпидемией, а в остановке эпидемии все средства хороши. Но нужно учитывать важные факторы. Первое. Кто проводит марафон? Например, часто их проводят молодые мамочки, которые похудели после родов и подрабатывают в декрете, объединяя вокруг себя других молодых мамочек. Про такие марафоны надо понимать, что снижение веса – это тема гораздо более серьёзная, чем включить силу воли на максимум и заклеить рот скотчем. Тут цена победы может оказаться гораздо серьёзнее, чем вы готовы заплатить. Например, я видела женщин, у которых от непродуманных заданий марафона открывались язвы, обострялись психические состояния различные. Большое количество марафонов проводят фитнес-тренеры. В этом случае готовьтесь к физическим упражнениям и имейте в виду, что тренер даёт упражнения для средней либо высокой физподготовки. А если у вас возраст, болячки, тренер не сможет этого учесть, даже если сильно захочет. Мой друг – спортсмен, прекрасный тренер, кандидат наук, специалист по физиологии спорта, обладатель титула «Сильнейший человек планеты», то есть очень компетентный человек. У него один недостаток – он живёт в другом городе. И однажды он составил мне программу с тренировок, с которой я пришла в свой тренажёрный зал и спрашивала у местного тренера, где тот или иной тренажёр. И я сорвала себе спину в итоге. И ещё потом долго лечилась, и всё это произошло не потому, что мой друг некомпетентен или невнимателен, а потому что невозможно лечить зубы по телефону, и невозможно тренировать вот так онлайн, тренировать тело. В таком травмоопасном деле, как снижение веса, важно быть рядом и учитывать индивидуальные особенности, и вовремя прийти на помощь. Что касается меня, я тогда сделала вывод, что тренировать и мышцы, и всё остальное надо с тренером. Будет больше толку. Иногда марафоны проводят врачи. Ну, гораздо реже это происходит, и уже спасибо им за это большое, что они это делают. Качественные знания в снижении веса очень важны. Чего можно опасаться здесь? Так это того, что вы, как герой книги «Трое в лодке, не считая собаки», найдёте у себя все возможные болезни. Есть в этой книге эпизод, где герой – мужчина, считавший себя здоровым, читает медицинскую энциклопедию и находит у себя просто всё, включая послеродовую горячку. В марафонах с врачом надо иметь в виду, что медицинский взгляд на снижение веса не исчерпывает всей картины и всех подходов и методов. Например, когда диетолог говорит, что нет другой причины набора веса, кроме дисбаланса поступающих и расходуемых калорий, ну, просто знайте, что это не так. Хотите узнать про психологические причины набора веса, кликайте по ссылке в описании этого видео и пройдите бесплатный тест. Вы узнаете кое-что новое о лишнем весе и как с ним расстаться по-хорошему. Без борьбы, без диет, без усилий. Ну и, конечно, марафоны проводят коучи и психологи. Если это компетентный специалист, да ещё специалист, который имеет подготовку в теме изменения пищевого поведения, это лучший из всех возможных вариантов марафона. С чем здесь можно поосторожничать? Если какие-либо из заданий вдруг вызвали у вас эмоциональную реакцию, слёзы, соматизацию, то есть какие-то болячки полезли, дискомфортное физическое состояние, травмировались вдруг на этом фоне, будет ли ведущий готов вам оказать квалифицированную помощь? Потому что диплом об окончании вуза или, не дай бог, курсов переподготовки, далеко не гарантирует способности специалиста работать с такими глубокими темами, которые поднимает лишний вес. То, что лишний вес – это очень глубоко, вы можете убедиться, проходя бесплатный тест на психологические причины лишних килограммов по ссылке под видео. И слёзы, и душевные раны тут могут подняться нешуточные. Например, вдруг вскрываются обиды на родителей, на бывших партнёров, страхи, у кого-то могут быть даже панические атаки, скачет давление. Обращайте внимание, чтобы у ведущего марафона было хотя бы базовое психологическое образование, а не курсы, коучи, которых сейчас очень много. Это тоже хорошо, но просто имейте в виду, когда вы выбираете специалиста для такой серьёзной темы. И второе. Снижение веса невозможно без цифр. Вы ставите цель, вы фиксируете измерения тела до и после, вы считаете белки, жиры и углеводы, от этого никуда не деться. Но большинство марафонов придают этому избыточно важное значение. И очень скоро вот эта радостная гиб-гиб-ура, мы вместе, мы справимся, превращается в недовольство собой, если не шмогла, не выдержала, не устояла перед соблазном. Или вот ещё вариант и шмогла, и устояла, а вес стоит как заколдованный. В марафоне вас будут призывать ради снижения веса отказываться от каких-либо продуктов, ограничивать калорийность, менять режим питания, ну, например, отказываться от вечерних перекусов и завтракать, даже если с утра пораньше вы вообще себя не помните, не то что про завтрак. Всё это стресс для организма, любые изменения – это стресс. А то, как вы привыкли питаться и жить, это про то, как вы привыкли урегулировать свои эмоциональные потребности. Например, заедать стресс шоколадкой. А теперь в бан все сладости. И как дальше жить? Когда ко мне приходит женщина после лучших диетологов, эндокринологов, которая только набирает вес при любой диете, я ей говорю – ешьте шоколад. Потому что она рассказывает, что у неё стресс на работе, стресс в личной жизни. И от любых ограничений ей становится ещё тоскливее, и она ест шоколады вдвое больше, чем до диеты. А когда мы с ней разбираемся, почему её тянет на сладкое, в чём причина её стресса, и снимаем этот стресс, тогда тяга к сладкому проходит сама собой. И к вечерним и ночным перекусам тоже пропадает тяга. Это не к тому, что диетологи дают плохие советы. Отличные советы они дают. Но не всё в лишнем весе измеряется калориями. Есть ещё психология, которую необходимо учитывать. Другой пример. Женщина стала победительницей такого вот марафона в интернете, похудела на 10 кг, получила приз пароварку. И за месяц наела все свои 10 кг обратно. Потому что на короткой дистанции смогла мобилизоваться. Это, кстати, тоже далеко не у всех получается. Но её психология не изменилась. И сразу после марафона, когда уже не нужно было больше сдавать отчёты по весу, всё, сила воли сдалась в неравной борьбе с аппетитом. В чём нюанс и опасность марафонов на результат? Как раз в том, что вы переносите фокус внимания на результат, который вы не можете контролировать на 100%. А вы своё тело не можете контролировать. Если сомневаетесь, ну вот прямо сейчас, покрасните по заказу. Или остановите сердце, как граф Калиостро в фильме «Формула любви». В клинике Института питания Российской академии наук мне рассказывали о довольно частых случаях, когда при идеальном питании, при правильных нагрузках люди не худеют. Тело просто не отдаёт килограммы. И врачи разводят руками. То есть ваше тело вы контролировать не можете, и результат не зависит от ваших усилий на 100%. И когда фокус марафона на результате, а вы его не достигли, это обрушивает вашу самооценку ниже плинтуса. И вы погружаетесь в состояние, что уже лучше бы и не было никакого марафона. Потому что от расстройства можно наесть веса ещё больше прежнего. Вам, например, случалось ругать себя, расстраиваться, когда не получилось досидеть на диете? Если да, напишите в комментариях, что вы при этом чувствуете. А я в следующих видео расскажу, как это изменить. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. И вот теперь обещанные практические советы. Вам будет гораздо легче психологически выполнять рекомендации любого марафона, если вы заранее скажете себе «Я это делаю для себя, а не для красивых цифр в отчёте». И перенесёте фокус вашего внимания с цифр на свои ощущения и своё тело. При любом снижении веса психика становится более чувствительна и уязвима. Поэтому важно больше баловать себя. И когда вы это делаете, еда в роли поощрения, в роли лекарства от скуки или от усталости, заедания эмоций и прочего, мы, собственно, ради всего этого чаще всего едим, еда отходит на второй план. Поэтому наряду с тренировками и закупками здоровых продуктов запланируйте посильные удовольствия. Массаж, пенную ванну, солевую ванну, прогулку, поход в кино, встречу с друзьями, если это только не в кафе. Может, вы давно собирались куда-то сходить в какое-то новое место, на урок танцев, в планетарий, вспомнить, что вы любили вышивать крестиком и так далее. Займите своё время и займите руки. Вот чем вам всегда нравилось заниматься, от чего у вас поднимается настроение. И займитесь этим сейчас, потому что время от еды у вас высвободилось. Ну, правда же? И можно потратить это время на себя. Попросите родных, чтобы они были поласковее с вами, говорили побольше тёплых слов, почаще обнимали вас и разные другие радости вам доставляли, не пищевые. Фокус на альтернативных удовольствиях поможет вам лучше переносить стресс, связанный с марафоном снижения веса. А я вас приглашаю не в марафоны, а в бесплатные онлайн-игры, которые я провожу несколько раз в год. Там нет диеты и упражнений, но результаты ошеломительные. До минус 6,5 кг за 5 дней. Уходят в зависимости от сладкого и прочего вредного. Вам просто не хочется, и это не является насилием для вас, потому что в этих играх мы худеем через подсознание. Чтобы не пропустить следующую игру, проходите бесплатный тест в описании к этому видео, и вы будете получать мою рассылку с практическими советами и с информацией, в том числе о дате следующей игры. Ставьте лайк, если вам было полезно это видео, делитесь в комментариях вашими впечатлениями, вашим опытом снижения веса. Делитесь этим видео с друзьями. С вами была Галина Турецкая, психолог, кандидат наук, эксперт по лишним килограммам.